Друзья, всем привет! Я сегодня после самолёта немножко поспала. Сейчас собираюсь встретиться со своей подружкой. Это бывшая моя мастер по волосам, но мы до сих пор дружим с ней. И решили сходить на фильм. Я её звала на ужастики, но она говорит, что это не мой жанр. Поэтому она меня пригласила на императрицы. Но я не против. Это мой жанр. Поэтому мы идём на фильм, а потом в какой-нибудь барчик или ресторан поужинать. Пойдёмте со мной. Я делю на несколько влогов, чтобы не делать такие длинные влоги, по 40 минут. Не думаю, что у кого-то есть время смотреть такие длинные влоги. Поэтому буду делить их по 20 минут, чтобы у вас было время посмотреть. За обедом или за ужином вы смотрите мои влоги. Либо просто на фоне включаете, когда что-то делаете. Поэтому буду делать коротенькие. Ну, хотя бы по 20 минут. Красивая Екатерина Первая. Плохо вид на тебя. Я всем покажу, какая ты у нас красавица. Парад планировался на 18 декабря. Но в назначенный день случилось событие, за которым Пётр Первый... Встретились с Катюшей. Это самый лучший мастер по волосам в городе Кемерово. В Кузбассе. К тебе с Кузбасса со всего едут. Даже Анастасия Сазоник, блогер-миллионник. Я рада встрече с тобой. Хоть мой бывший мастер, но всё равно я тебя очень люблю. И если я вернусь в Россию, то только к тебе приду. Ой, спасибо. Давай, Катя, до встречи. А Кате контакты оставлю под видео, как обычно. Так, это что у нас за суп? Давай меня посмотрим. Мы уже забыли, что заказали. Но какой-то вкусный супчик. Я не пойму, вот это как будто... Как будто лапша, да? Похожая, какие-то галушки. Да, это лапша. Такой супчик у нас в шахтёрском стиле. С лучком мы уже лучка закусили. Целоваться, Катя, не будем сегодня, ладно? Нет, нет, нет. Чесночка я ещё рыбанула. Нет, нет, нет. Шулюм из дикой утки. У нас такая вот вкуснятина. Ещё мы утку, по-моему, заказали. Катя сказала, здесь очень вкусная утка. Охотничий супчик. Приятного аппетита. Уточка. Какая? Ты уже забыла, и я забыла, какая утка. Советская, да, по-моему? Не советская. Антисоветская. Антисоветская утка. У нас с перловкой. И с чем-то ещё. Ну, попробуем, какая утка вкусная. В Корее я утку не очень люблю, не ем. А здесь она нежнейшая. Надеюсь. Мне понравится утка, и буду тоже в Корее есть. Пришла у Кати тут. Она у нас любит очень всё. Стиль барокко. Да, Катя? Барокко же стиль, правильно? А, это Прованс у тебя. А вообще-то Екатерина Елизавета Первая любила барокко. Ну, ладно. У Кати Прованс. Катя от барокко тоже бы не отказалась. У неё вот такая вот красивая квартира, кухня совмещенная с гостиной. А тут царские палаты просто. Ой, я там выключила свет. Я не найду где. А, вот свет. Смотрите, какая у неё красота. Зеркало такое она прикупила себе, красивое. Хоромы, хоромы. И вот такая собачка Бекка. Бекка. Тут Катя наводит чистоту. Сегодня шкаф ей пришёл. Из-за того, что мы встретились, она немножко не успела. Себе купила она рояль мечты. Теперь будет играть. Она у нас девушка, читающая всякие романы. Смотрю, да, Кать? Да, классика. Классика романы. Играющая на рояле, рисующая картины. И шикарно наращивает волосы. У Кати не одна комната, несколько комнат. Там у неё ещё в той стороне есть комната. А это бывшая комната дочки. Дочка вышла замуж. Катя у нас дама с приданным. И мама взрослой дочки. Вы представляете? Взрослой дочки. Которая уже замужем. Это вот Катины художество тут. Стиль Прованс. Всякие статуйки. Картинки рисовала. Это, Катя, ты сама рисовала? Или кто это? Яна рисовала. На Мольберте я рисовала. Нет, не на Мольберте, а висят которые Янкины фотографии. Это да, её кто-то рисовала. А, кто-то рисовал. Яна повешала. Повесила, повешала. Господи. Опять мне картины красивые. Друзья, последние часы в Кемерово. Не знаю, когда я вернусь сюда. Может быть, летом, если получится. Сейчас забегу в Валберес и в магазин куплю детям шоколадные яйца. Я купила себе билеты в кино на 22.45 на Ужастике. Купила станцию Алису для Хаюшечки на подарок. Сейчас пойду сдам ботинки. И всё, и утром у меня уже машина в Новосибирск и самолёт. Немного грустно, конечно. Но, в любом случае, эта квартира уже не для нашей семьи. Она для нас слишком маленькая. Поэтому мне не жалко. Пусть люди живут. Хорошая квартира, тёплая, спокойная, тихая. А мы себе купим новую. Всё, я на низком старте. Сейчас покажу, что купила. Ну, потом в Корее, конечно, тоже покажу. Прежде с паковки. Тут у меня девочка попросила игры на Валберес заказать. Тут Маша свои фарфоровые статуэтки. Здесь я детям взяла киндер-яйца. А там что у меня? А, ну, там одежда для Хаюшки. И, в принципе, всё. Ну, игрушки, книжки, которые купила. Здесь конфеты. Пакет порвался. Здесь я взяла два больших шоколадных яйца. Так. И я всё-таки сэкономила. И взяла вот такую Яндекс.Станцию за 9 тысяч рублей. Всё, здесь мои вещи. И, в принципе, вот пакет. Но я всё-таки хочу пакет в сумку переложить. Сейчас буду перекладывать. И побегу. Сдам ботинки, которые мне не подошли. И пойду в фильм смотреть. До двух часов фильм идёт. Потом у меня два часа дома. И выезжаю. Всё, собрала. Поставила телефон на зарядку. И пошла в кино. Друзья, вы когда-нибудь ходили в кино в одиночку? Я иду на фильм ужасов. Приехала снег и уезжаю. Снег идёт. Иду домой уже всё. Посмотрела фильм. Противненький, конечно, фильм пила. Но ничего интересного было. Хоть время провела. Ой, как холодно. Всё, сейчас через два часа уже буду уезжать. Я зависла, короче, с Алисой. Уже сейчас всё, выходить пора. Я вот тут зависла с этой Алиской. Алиса, мне пора выезжать. Удачи, вы ездите на машине? Нет, мне в аэропорт пора. Хорошего полёта. Вот вообще нормальный человек бы мог поспать 4 часа. Но я никогда не могу спать перед дорогой. Я не знаю, почему. Я думаю, что у многих людей такая проблема, что не могут спать перед дорогой. Вот лежу. Не знаю, чем заняться. Ещё ждать целый час. Всё, выдвигаюсь в добрый путь. В 24 часа я буду в дороге. Даже чуть больше. Погода просто шикарная. Так тепло, снежок. Прям классно, что я застала. Сегодня это погода перед отъездом. Классно так вообще. Красота. 20 градусов жары. Вы помните, я уезжала в зимнюю погоду с Кемерово. И одета я как на зимовку. Я оставила вещи свои в комнате для хранения. И думаю, проехать до магазина хотела купить узбекскую халву. Она безумно вкусная. Делается из сухого молока и орехов вроде. Точно не знаю. Но мне очень понравилось. И где-нибудь пообедать. У меня ещё 8 часов. Поэтому хочется куда-нибудь съездить. Короче, не сидеть в аэропорту. На улице классная летняя погода. Ну, такая прям 20 градусов. Идеально. Просто идеально. Я одела кофту на всякий случай, чтобы вообще... Вдруг я замёрзла. Куртку оставила. И поеду. Сейчас вызову такси. Приехала в торговый центр Next. Пойду поищу, где могу купить халву. С удовольствием бы с собой взяла дыньку. Не пойму только, это дыня или нет. Но арбузы есть. Дыню бы взяла. Но я боюсь, что у меня на таможне в Корее её конфискуют. Ладно, конфискуют. Могут штраф дать. 10 тысяч долларов. Хочется и колется. Друзья, я цены, кстати, не сравнила. Которые в это... Хотела сравнить с Кемерово и в Москве. Можно попробовать сравнить здесь, в Корее. Ой, в Узбекистане. Ну и в Корее, кстати, можно. Давайте по ценам пройдёмся. Картошка. 4 500 сом. Сом. 5... 6 сом есть. 6 тысяч. 9 тысяч. Лук самый дешёвый. 3 тысячи. Морковка. Жёлтая 5. Оранжевая 6. Ой, что это такое? Репка, что ли? Свекла. Смотрите, разная свекла. Либо это репка какая-то. Я не пойму. Такая ещё есть морковка. Я видела, что два вида моркови добавляют в лов. Помидоры самые дешёвые. 23 тысячи сом. А, нет. Вот есть за 16 тысяч сом. Капуста такая 3000, такая 3500. Ну, хлеб, я думаю, здесь не пользуется. Прям такой популярностью. Но он есть. 2 800. А лепёшки вот всякие разные. Луковая, вкуснючая лепёшка. Но мне нравится, когда она горячая. Тоже красивая. Прям хочется съесть. Я просто ещё голодная. Поэтому сейчас пойду поем. Из инжира есть вот такие косички. А, это даже дынька сушёная. Я ни разу не пробовала. Наверное, возьму попробовать. А если это слишком вкусно? Иду в ресторан узбекской кухни. Хочу поесть плова. У меня огромный пакет. Я не знаю, как я это попробую. В сумку у меня, конечно, не войдёт это всё. Здесь фудкорт, мне сказали. А, вот узбекский ресторан Лего. Сейчас найдём. Плов. Всё выглядит вкусно. Особенно, когда я голодная. Смотрите, какая у меня красота. Я надеюсь, плов очень вкусный. Ещё очичок взяла и чай. Вышло это всего... У меня 67 тысяч сом или 8 тысяч вон. А в рублях я вам так быстро не сосчитаю. Ну, примерно 500 рублей. Вам, друзья, облизываться. А мне приятного аппетита. Ой, как вкусно. Чаёчек с лимоном. Я уже, конечно, объелась. Но я это всё доем до конца. Потому что в прошлый раз, когда я улетела с Узбекистана, я очень-очень каждый день хотела узбекского плова. Он нереально вкусный. Поэтому буду есть, давиться. У меня времени ещё много. Было вкусно. А я сейчас лопну. Я просто идти даже не могу. Настолько я объелась. Стояла я, значит, под деревом. Снимала вам все, как птицы тут поют. Мальчик подходит и говорит, ой, на меня птица насрала. Я думала, так, я уже стою. Я тут 10 минут под этим деревом. Надеюсь, меня нигде сзади не обосрали. Жду такси. Там хорошо, где нас деду говорят. Правильно. Правильно говорят. Какая красивая узбекская посуда. Вот такую халву я искала в магазине, но не нашла. Безумно вкусная халва. Халва жаль только с клубникой. Но вот есть наборчик. Они тут разные. Только тяжёлый. 35 евро стоит. Килограмм 800. Смотрите, что есть плов в консервах. Вот такие огромные консервы. И вот такая... А, тут, наверное, несколько консервов. Плов стоит 5 евро. А большая банка 10. Почему-то здесь эта халва 6 евро стоит. Это очень невыгодно, потому что в Корее это почти 8 с копейками. А я покупаю в Корее за 6,5 тысяч вон. Очень дорого. Что такое? Мёд натуральный. Какие-то баночки, коробочки. Тоже мёд, наверное. Да. Мёд натуральный. Кто производитель? 4 евро. Ташкентский мёд. Наверное, очень вкусный. Смотрите, как классно печенье. Коробочка, видите, витейки. Обычные печенюшки. Так, это тоже, наверное, халва. Сколько вот такая стоит? 24, а тут грамм. Так, а здесь 1 килограмм. Та выгоднее за 35 евро. Вот-вот-вот, смотрите, друзья. Открытые. Безумно вкусная халва. Если увидите где-то, обязательно покупайте, пробуйте. В Инстаграм они тоже есть. Они в другие страны тоже отсылают. Опять задержка рейса. Представляете, пропускают. Здесь даже вот с таким большим напитком. Но зато мой паспорт. Не узнают меня фотографию. Там я толстая, потом похудела сейчас. Надо менять паспорт, сказали. Сейчас уже будет, надеюсь, посадка. Опять задержка рейса. Не узнать. Надо полезть. Сейчас уже будет. Здесь не может быть. Райсанс. Здесь у меня вино, чтобы спать, а здесь сок, здесь курица с гречкой. А кто рядом? Абудаби, помни, и все. Абудаби, это Дуба. Я знаю. У тебя имя так начинается, она Абудаби. Короче, приятного аппетита. Приятного аппетита. И тебе тоже. Спасибо. Я уже дома. Вот я все распаковала. В Узбекистане то, что купила, я вам не показала. Шоколадки, шоколадки, приправы. Я, представляете, даже взяла творог зерновой, зернистый. Лаваш. Но это яйца я в России взяла. Взяла я вот такую дыню сушеную. Это хьюши. Это просто конфетки в России брала. Это хьюши на день рождения в садик конфетки. Халва. Это еще в России то, что брала. И вот такие вкусные конфетки. Руслада. Все, больше ничего не брала. Вот она, наша кисочка. Поживает хорошо. Наша паулиночка. Да, паулиночка? А хьюшечка наша хорошо поживает? А? Хьюна? Не надо за хвостик. Покажи подарки свои. Давай висички померяем. Смотри, все розовые. Не хочешь показать? Покажи штанишки. Как раз все нам. А мы сейчас еще померяем штаники, кофточку. Ты померял? Ты, Санечка, пришел с садика. Выбрали. Киндер. Хьюш такой выбрал, а ты, Сан, какой выбрал киндер? А, с этим, с игрушкой, ой, со зверюшкой. Давай померяем вещи, я тебе еще подарок дам. Ух, Юн, кто попался? Супер-герой. Супер-герой, девочка, да? Давай, открывай это, Санечка, киндер. Я нашел. Ты нашла, кто тебе попался? Открывай скорее. А что у тебя на ручке? Кто это у тебя? Какой-то зверюшка, крокодил. А, это вот такой маленький крокодильчик. Это на карандаш одевает сверху. Скажи, какие там игрушки. Дурацкие игрушки в этих киндерах. Ну, ладно. Хьюха отказывается, остальные вещи мерить. Ты, Санчик, уже померял. Мы обычно всегда ей говорим, все, отдадим ты, Санчику. Или там Насте, или Лешке. И она начинает мерить, забирает. Сейчас отказывается. Вот у Санечка тоже есть курточка. Сейчас померим. Иди, баба, одень. Ну-ка встань. О, нормально. Даже большевата чуть-чуть. На следующий год будет хорошо, да? В этом году поносишь. Ну, сейчас такая осень теплая. Блин, 20 градусов. Я офигела. Ноябрь месяц. Плюс 20. Уговорила Хьюшу я померить куртку. Покажи нам курточку, Хьюш. Вставай. Сейчас платье будем мерить. Но взамен на то, что я ей купила платье Эльзы. Поэтому она согласилась. Вставай скорей. Вставай. Покрутись. Ой, какая ты красивая. Ну, все, заводила. Давай, покажись нам штанишки свои и кофточку. Ты, Сан, ну-ка иди сюда быстрее. Ты что уже там померил? Вау. Человек-паук у нас. Давай. Одевай полностью костюм. Эльзы, Хьюш, ну-ка в платье. Все, что она ждала эти две недели от мамы. Платье Эльзы. Эльза готова. Ну-ка покажись. Она уже тут волшебничает. Парик отказалась одевать Эльзы наша. А вот он, наш Человек-паук. Прям не дома, а маскарад какой-то. Ты, Санчик, парик оденет. Да, ты, Санчик? У нас блондин ты, Санчик. Ну, тебе прикольно. Вот так косичка. Оп. Все. Эльза видишь? С косой. Эльза, покажись. А вот у тебя есть коса. Смотри, какая красивая. Эльза, покажись. Вау, какая ты красотка. Какая красотка. Машина. Алексей, короче, с нами не едет, да? Пойдем ты, Санчик, сейчас застрянет голова в перилах. Залазь. Быстро в машину. Едем кушать. Какие комары гигантские вообще. Такие комары гигантские. Капец. О, у них меню стало. Видишь? заказала уже мясо уже огонь принесли за кусочки кстати это грибы древесные я уже научилась дома делать такие это корень лотоса листья чего-то корень тоже чего-то смотрите робот стал у них работать новый сотрудник крабики маленькие лук зелень соус ждем мясо я заказала мясо два разных хотел вот это подороже но нету его к сожалению заказала два разных мяса детям заказала супчик яичный и здесь бесплатно есть миокук можно наливать детям ну и конечно брать еще закусочки разные тоже бесплатно то я люблю такой лучок и кимчи возьмем наверно кукуруза с морковкой майонез принесли нам мясо здесь 300 грамм а здесь 320 грамм еще грибочки дети он там играют с настей прыгают пока будем жарить принес нам керам чим там и здесь давай давай ближе так все забираем надо забрать она тоже снимает сидит и я снимаю спасибо все супчик санчик кушай июна попрыгуша розовый прыгай иди иди он покрутишь покрутить покажу как ты крутилась штаны иди покрутить я посмотрю усаживаемся поедем сейчас магазин съездим пылесос посмотрим магазин бытовой техники лота хайма нет не робот пылесос просто ой пылесос посмотрим так мы посмотрели здесь робот пылесос который моющий ну эти мне не понравились потому что они не моющие они просто сами очищаются а тот моющий и я хотела вообще вот этот пылесос взять паровая швабра дисплей он мощнее чем тот но белого цвета бы я наверное хотела взять а этот чуть слабее дисплей нет и паровой швабры нет но есть вот такой еще можно купить дополнительно робот пылесос он моющий но не самоочищающий его надо чистить короче теперь я вообще запуталась какой нет это не раковина это вот мусор перемалывает нет мусор перемалывается пищевые отходы да друзья вот кто-то все жаловался точнее высказывал мне что я детям не покупаю старшим ничего дорогого только маленьким дорогие игрушки мне написали что я дорогие игрушки покупаю это маленьким а старшим ничего а компьютер игровой цена да айфон айпл часы нету да с собой бедные мои дети обделеныши решили подумать какой пылесос возьмем да ты сам за робота я тоже за робот а бабушка тоже за робота ну блин а мне вот нравится lg-шный телефон у меня как-то просто кажется он надежнее чем вот этот робот но говорят очень популярный но он и не дешевый миллион шестьсот стоит сколько это в рублях миллион шестьсот где-то 70 плюс примерно больше ста тысяч рублей да ладно подумаем все друзья с вами прощаемся всем пока вот сюда хотим с тасанчиком пойти в новый бассейн другой тоже недалеко от нашего дома